Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Катастрофа для аграрного региона. Почему цены на говядину выросли почти на 40%, а тысячи людей в селах рискуют остаться без основного заработка? Барнаульцу, который ходил за водой колонки, провели водопровод спустя 30 лет. Почти как в Париже. В Барнауле проведут свою неделю моды «Алтай Фэшн Вик». В Алтайском крае закрываются личные подсобные хозяйства. В перспективе тысячи людей могут остаться без единственного источника доходов. Виной всему новые правила, которые запрещают продажу мяса, если животное было забито не на сертифицированной бойне. Такое правило действует уже несколько месяцев в Алтайском крае. О последствиях в нашем сюжете. Люди шарохаются, потому что цены, посмотрите, какие 700 рублей мякоть, когда это было 450 максимум. С осени прошлого года фермеры Алтайского края не могут продавать домашнее мясо, если животное было забито не на сертифицированной бойне. Многие жители сел потеряли единственный источник дохода, а покупатели стали реже заглядывать на рынки. Тем более, когда инфраструктура края не успевает за законами. Сегодня далеко не в каждом районе есть бойня. И не у всех есть средства для транспортировки животных. Общественники считают, это катастрофа для региона, в котором 44% населения живут в сельской местности. До Нового года в крае насчитывалось примерно 483 тысячи личных подсобных хозяйств. Сколько их осталось сегодня – вопрос. Очень многие потерялись поставщики, потому что во многих районах нет этой бойни, на которой человек должен живьем туда привезти. И очень многие люди стараются, например, которые родственники у меня есть, они стараются просто по соседям. Потому что это стало невыгодно, и ценник за счет этого очень сильно вырос. И поэтому очень многие потеряли этот бизнес. Чиновники, которые продвигали новые правила убоя, пугали возможными вспышками африканской чумы или ящера, если животные будут забиваться не на бойне. Вот только крестьяне уже нашли способ обойти правила. И какие сюрпризы таит в себе говядина, купленная через WhatsApp, знают только возбудители различных болезней внутри нее. Именно такая нелегальщина и может стать причиной эпидемий. Как всегда у нас одно неправильное решение, я считаю его неправильным, создает массу проблем. И это всего лишь приказ одного ведомства, Минсельхоза. Это даже не закон, это не распоряжение правительства. Мы пытались разобраться в юридической его обоснованности. На мой взгляд, так как он не носит статус законодательного акта, он не совсем легитимен. И мы видим, ряд субъектов применяет возможность так называемого проактивного режима, как в Красноярском крае, когда осуществляется предубойный осмотр и потом ветеринар осуществляет к ним и вносит в систему Меркурий. Мы не пошли по этому пути, выбрали пустой, то есть более такой простой путь полного запрета, но в итоге получили массовую торговлю через мессенджеры и через электронную торговлю. Соответственно, уровень контроля, по нашему мнению, снизился. На днях Общероссийский народный фронт отправил письмо на имя губернатора Алтайского края и председателя АКЗС. Общественники просят все же ввести мораторий на запрет выдачи ветеринарных сопроводительных документов при забое. Бой за бойни продолжается. И я не теряю надежду, что особенно может быть в сегодняшних условиях, когда мы говорим об импортозамещении, когда мы говорим о развитии товарного производства, когда мы говорим о продовольственной безопасности страны, вот в нынешних условиях как раз, наверное, крайне необходимо отменять все нормы, которые сдерживают все наши развития. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов, Александр Антропов. День с толком. Каждый день ездить на такси возможности не имеем. Жители села Мало-Угренево недовольны тем, как организована перевозка пассажиров до Бийска. Расписание меняется настолько часто, что жильцы не успевают на заявленные рейсы. Вместо двух автобусов ходит один. Перерывы достигают несколько часов. При этом перевозчик может вообще не выйти на маршрут. В связи с этим некоторые жители уволились с привычных мест работы, а студенты бросили учебу. Подробности в сюжете. Зарплату тратят на такси, которое здесь отнюдь не роскошь, а средство передвижения. Жители села Мало-Угренево не могут спокойно добраться на работу, учебу, секции и кружки дополнительного образования. То раньше, то позже, то вообще не пойдет, то ломается постоянно. Сколько раз нас зимой выкидывали, выходили мы на остановке, стояли, мерзли. Потому что кто такси вызывал, кто знакомых, кто на попутки. Не добраться ни туда, ни обратно. В больницу съездить вообще проблема. Проблемы начались год назад, когда 121 маршрут закрыли, а перевозчик, который обслуживал 103 маршрут, по словам людей, стал недобросовестно выполнять свою работу. Однако смена предпринимателя, на которую надеялись местные жители, не помогла. Теперь у нас ИП Комарова. И стало еще хуже. То есть вообще расписание нам меняют каждый день. То одно. Вечером нам в автобусе прям кондуктор сообщает, завтра будет другое расписание. Кондуктора билеты, кстати, не дают. Просишь билет, они иногда дадут, а иногда говорят, бумаги нет. Как рассказывают жители Малу-Гринева, в ответ на претензии перевозчик лишь отмахивается, мол, маршрут нерентабельный. Возможно, полупустыми автобусы ездят из-за частой смены расписания. Точна ли статистика перевозчика о количестве пассажиров? Как поясняют жители, оплатив проезд, они довольно часто не получают билет на руки. Мы заберем всех, перекроем мост и все. До Путина дойдем и мост перекроем. В конце концов, может, что-нибудь тогда прояснится. Остановим федеральную трассу и все. Сработаем пешком и обратно, и туда, и назад. Малу-Гриневцы сами просили повысить тариф на пассажироперевозки. Согласны, что круги немалые. И они готовы платить за комфорт. Теперь стоимость одной поездки составляет 38 рублей. Вот только изменений в лучшую сторону не произошло. Очень много людей уволились. Вот моя сестра лично уволилась, потому что при минимальной зарплате она просто не может на такси ездить на работу. Племянница у меня училась в лесхозе. Тоже пришлось бросить учебу. На руках у людей кипа ответов из контролирующих органов. Прокуратура нарушения в работе транспорта выявила. В администрацию Бийского района направлено представление. И меры вроде бы приняты на бумаге. На деле все осталось как прежде. Куда бы мы ни обращались, везде молчок. Вообще тишина. Администрация Бийского района вообще ни о чем не думает. У нас такое впечатление складывается. Как жить, как выживать молодежь. Не все же на машинах ездят. Как сегодня пояснили в администрации Бийского района, по решению Верховного суда маршрут признан межмуниципальным. Будут нерегулируемые тарифы. И передвижения у нас в перевозке будут осуществляться по именно межмуниципалиту. То есть точка А, точка Б. Ну, возможно, пока еще нет более конкретики. Возможно, будут 2-3 остановочных пункта по дороге. По закону в течение 180 дней проведут необходимые процедуры по изменению деятельности автоперевозчиков. У нас, как у района, у нас единственный вариант – это расторгнуть с ними любые договоры. Но если мы сейчас это сделаем, соответственно, мы получим пустые. У нас не будет вообще никаких автобусов. Теперь по факту регулировать все вопросы, связанные с пассажирскими перевозками, будет край. Как это отразится на пассажирах, станет известно только, когда система заработает. Ксения Цапкова, Иван Зяблицкий. День с толком. Почти 30-летний период походов за водой на соседнюю улицу Колонки в прошлом барнаульскому пенсионеру после широкой огласки его истории все-таки провели водопровод к дому. Анара Шагирова убедилась в этом. Вот, пожалуйста. Это хорошо, чем этим, как его, флягами ходить. Сляг, как зимой, непонятно. А ночь, днем, рано, утром. А именно так мужчина жил несколько месяцев назад. Мы приезжали к нему зимой и застали с флягами во время охоты на воду. Ее он набирал из колонок на соседних улицах, чтобы элементарно попить чай, постирать одежду и навести порядок в доме. Когда здесь замерзает, она часто бывает на Королевнике, ходим на Пушкино, вот туда, где я покажу потом. Если там замерзли, ходим возле церкви. Сразу за церковью, там, где магазин, вот там никогда не замерзает. Водопровода на Гоголе 89 никогда и не было. Решить проблему пенсионер пытался больше 30 лет, с самого момента заселения. Точка для подключения была слишком далеко. На это у жителя не хватило бы и средств. А на просьбу подключиться к ветке, что пролегает возле дома, почему-то постоянно был отказ от города. Но чудом не отказали после выхода нашего январского материала, в котором дедушка наполнял очередную партию фляг. А здесь прихватить, вообще невозможно. Отличная погода. Но пока мороза не было. Зато теперь вода бежит прямо из крана в доме. Обустроить все до совершенства еще предстоит. Теперь на это, рассказывает Абдул Керим, даже силы появились. Стиралку не думаете покупать теперь? Ну, стиралка там сейчас, не знаю, если я сделаю, что-нибудь придумает там теплой водой. Ну, а так пока пускай. Стиралка вон руки моей жены. Теперь спокойно подошел, налил. И чай можно вскипятить, и суп сварить, и постирать. И не ждать мужа, когда он принесет на себе. Фляги теперь в прошлом, рассказывают пенсионеры. Может быть, одолжат их соседям. Они, кстати, продолжают нарабатывать стаж похода к колонкам. Но уже по рассказам Тагирова задумываются последовать его примеру и писать, куда только можно. Анара Шагирова, Александр Антропов, день с толком. И еще одна история со счастливым концом. Жительница края Анастасия Казах едва не осталась инвалидом на всю жизнь. Барнаульские врачи больницы скорой медицинской помощи буквально поставили на ноги девушку после частичной парализации. Через пару месяцев она сможет вести полноценный образ жизни. Мой коллега Дмитрий Дроздов с подробностями. Первого сентября я еще делала домашние дела. А второго сентября у меня начались адские боли. И нога у меня отнялась левая. 2021 год стал для Анастасии настоящей проверкой на прочность. Долгое время ее мучили адские боли в спине. Дома в хабарах девушку лечили. Но ни капелинцы, ни уколы не помогали. Отправили на консультацию в диагностический, где после МРТ обнаружили межпозвоночную грыжу. Выйдя из кабинета я упала, легла на диван. Ноги Анастасии не слушались, девушку парализовала. Из диагностического ее забрали в больницу скорой медицинской помощи, где врачи в экстренном порядке сделали операцию. Провели ряд дообследований, необходимых для оперативного лечения. Провели операцию удаления грыжи диска L5-S1 промежутка. Установили имплант, межостистую динамическую фиксацию, ДИАМ, которая позволяет именно обеспечить отсутствие рецидива грыжи диска. Когда я отошла от наркоза, я первым делом почувствовала ногу, что у меня все хорошо. Что у меня не болит нога. Это было самое главное для меня. Что он вернул меня к полноценной той жизни, которой я была ранее. В год с такой проблемой, как у Анастасии, сталкиваются более ста жителей края. Большинство проходит через операцию. Но врачи советуют, до этого лучше не доводить. Чаще плавать в бассейнах, висеть на турниках и заниматься именно физической культурой. Тем временем Анастасия почти восстановилась после операции и готовится к выписке. Домашние уже заждались, да и она рвется жить прежней жизнью. Семья – это… у меня есть муж, сын 16 лет. Они меня поддерживали. Сейчас у меня ничего не болит. Я полноценный человек, каким являлась до болезни. Все у меня хорошо. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. 54 миллиарда рублей выделят власти края на развитие муниципальных образований в этом году, а именно на строительство социально значимых объектов и капремонты. В прошлом году на эти цели было затрачено 42 миллиарда рублей. Накануне губернатор края Виктор Томенко посмотрел итоги работ в Топчехинском районе. Там провели капитальный ремонт детско-юношеской спортивной школы, дома культуры, а также построили новый детский сад с ясельной группой. Он уже готовится к открытию. Там, где есть готовность, там, где мы имеем возможность сегодня включиться в какие-то особенно федеральные программы, где можно большое финансирование привлечь, мы это делать будем. Точно так же, как и собственные средства, которые у края есть, мы всемирно будем направлять на решение задач, связанных с тем, чтобы жизнь не только в столице края, там, скажем, да, сегодня частенько показывают на Барнаул, не только в столице края, по всему краю становилось лучше, комфортнее, удобнее. Сегодня в регионе стартовало голосование за территории, которое благоустроят в 2023 году по проекту формирования комфортной городской среды. В течение полутора месяцев до 30 мая жители Алтайского края смогут проголосовать за объекты в своих городах и селах, которые они хотели преобразить. К проекту может присоединиться любой человек, которому исполнилось 14 лет. В этом году мы делаем 177 территорий, из них 55 территорий общественных и 122 территории дворовые в 42 муниципальных образованиях. Всех, естественно, приглашаем быть активными наших граждан, выражать свое мнение, выражать свои пожелания, потому что от этого будет зависеть, насколько будет красив наш край. Жителям Барнаула предстоит сделать выбор из 37 общественных территорий, в основном это зеленые зоны, а также выбрать дизайн проекта благоустройства парка «Юбилейный». Вот в прошлом году мы 70 тысяч голосов совокупного голосования собрали, и на самом деле количество участия показывает, что мнение это разнополярное. То есть наши лидеры общественных территорий набрали по 11 тысяч, то есть равномерно распределились голоса за общественные территории. В прошлом году победителями голосования стали набережная, речного вокзала и парк «Юбилейный». Эти территории будут благоустраивать в этом году. Принять участие в голосовании можно тремя способами – на сайте, который вы сейчас видите на своих экранах, а также с помощью волонтеров в торговых центрах, ну, либо через виджет общественного голосования на сайте Барнаула. Эти специалисты сейчас на расхват. Чтобы не уезжали из страны, им дают всевозможные преференции. А на днях 30 команд программистов приняли участие в полуфинале студенческого чемпионата мира. Победители представят Россию и посоревнуются уже с Южной Кореей, США, Австралией. Наш город встретил участников Сибирского федерального округа и Дальнего Востока. Анастасия Наборщикова познакомилась с айтишниками. Передаю ей слово. Сейчас мимо нас едет 20-й автобус. Это Яндекс.Карты. Детище программистов. К слову, взять электронный талончик в больницу или заказать доставку еды на дом – та же история. Сотни алгоритмов создают айти-специалисты. И сегодня самые востребованные люди. Кстати, лучшие приехали в Алтыгу. Это студенты из Сибири и Дальнего Востока. Все они участники чемпионата мира по программированию. Сейчас начнется борьба за выход в финал. Чтобы представить Россию, затем обыграть американцев или австралийцев, сюда приехали команды из Якутска, Новосибирска и Владивостока. Они спрашивают, долго готовились? Честно. Красиво. Честно, красиво. Всю жизнь. Пример задачи с одной четвертой. У нас есть рюкзак определенного размера, то есть какой-то объем хранится. И у нас есть предметы разных объемов и разной стоимости. Но задача заключается в том, что предметы нельзя делить. Задача сводится к тому, что мы хотим собрать рюкзак так, чтобы все предметы поместились, но при этом рюкзак имел максимальную стоимость. 12 задач и 5 часов на их решение. Конкурс в одно время стартует в Барнауле, Минске, Санкт-Петербурге, Ереване и Алматы. За правильный ответ команды могут легко получить штрафные баллы. Здесь важен не только алгоритм, а еще чистота и скорость его решения. Представьте, если у вас летит самолет и будет сбой системы навигации, наверное, это кончится плохо. Поэтому, даже если это просто банковская система, если вместо того, чтобы у вас взять деньги, вам ликвидировать счет, это тоже очень плохо. Есть шансы на победу? Нет. Я думаю, что нет. Команды технического университета в финале были 6 раз. В 2006 году барнаульцы поехали в США и привезли золото, а в 2009 – серебро из Швеции. Тогда мальчишки уступили первое место Санкт-Петербургу и второе – Китаю. Мы вообще одни из лучших. В этом мире с нами соревнуются, давайте так, будем честны. Почему? Потому что в России одни из лучших программистов в мире. Это бесспорный факт, который признается всеми везде. Все лучшие школьники, которые готовятся со школы, реально тренируются, они поедут куда? В Питер, Москву. Судя по информации глобальной сети, команды Санкт-Петербурга побеждают с 2000 года. Главными конкурентами тогда были Китай и Польша. Но уже с 2012-го российские вузы соревнуются между собой. Чаще это представители двух столиц – Питера и Москвы, но не Сибирь. И причин несколько – нехватка крутых педагогов в школах, а еще финансирование. Деньги нужны, чтобы услышать лекции выдающихся профессоров или хотя бы попасть на соревнования. В Барнаул должны были приехать 50 команд, а смогли только 30. Но чемпионат мира для программистов важен, как и для футболистов или хоккеистов. И такой шанс – студенты не готовы выпускать. Поэтому парни из Барнаула вновь будут бороться до конца. Анастасия Наборщикова и Дмитрий Денисов. День с толком. И сегодня стало известно, что на чемпионате мира Россию представят все-таки столица. В финал попали Московская высшая школа экономики, а еще Государственные и научно-исследовательские институты Санкт-Петербурга. Их студенты решили 10 задач, наши смогли только 6. Новосибирск, который стал первым по Сибири и Дальнему Востоку в рейтинге, оказался 40-м, а студенты технического университета – 137-ми. Губернатор Виктор Томенко принял отставку министра спорта Алексея Перфилева. Он будет уволен с должности 19 апреля. По словам Перфилева, его решение вызвано семейными обстоятельствами, цитирую, «Я никуда не уезжаю, остаюсь жить в Алтайском крае и по мере силы времени продолжу участвовать в спортивной и общественной жизни нашего региона». Уже завтра в Барнауле пройдет модное шоу «Алтай Fashion Week». Когда иностранные бренды закрыли свои магазины, наши дизайнеры заявили, что могут одеть барнаульцев и даже удивить их выбором. Анастасия Наборщикова побывала на кастинге моделей. Это лето будет ярче. Алтайские дизайнеры заявили, наши девушки останутся в тренде. Уже завтра в Барнауле пройдет «Алтай Fashion Week». Пока смотрят тех, кто и не думает закрываться. Приятно, что ты, гуляя по Ленинскому, встретишь в любом случае кого-то в нашем бренде. Вероника представляет российский проект «Баймодно». Рассказывает, что с закрытием масс-маркетов продажи выросли на треть, в том числе и в Барнауле. Но это не стало поводом, чтобы поднимать цены. Мы сейчас отшиваем осень. И летняя коллекция, весенне-летняя коллекция, мы были уже готовы. У нас уже все закуплено. И если даже касаемо цен, то ценовая политика осталась прежней. То есть трудозатраты остались на прежнем уровне. Ткани были закуплены ранее. Поэтому мы не повышали. Всего 25 брендов. Модели выйдут на подиум в свадебных и вечерних туалетах. А еще представят повседневную и домашнюю одежду. А вот показ детский и мужской до сих пор скрыты от глаз журналистов. Всего в шоу задействовано более 70 человек. Это дизайнеры, стилисты, визажисты и в том числе манекенщицы. Наши дизайнеры следят за мировой модой, предлагают тоже свои варианты изделий. Поэтому нам есть что показать, предложить и одеть Барнаул. Нужно уже расслабиться. Наши последние события все настолько держат в напряжении. Алтай Fashion Week – это праздник моды и стиля. Здесь не только покажут тренды, но и расскажут о брендах, которые по карману. Билеты еще есть. Анастасия Наборщикова, Вадим Быстревский. День с толком. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи в эфире и хороших вам выходных! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...